Кому лепёшки? Отходи, кто голодит. Одну съешь, бег сыт будешь. Отходи. Зачем говоришь, зелёный? Ну смотри, что кровь джигита. Где ты найдёшь ещё такие оружие? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Аксальтан бы тебя забрал. Ну, смотреть надо. Ну, что ты наделаешь? Прости, хозяин, прости. Давай я помогу. Ну, давай, собирай. Джуран, ну что мы так долго тут гуляли? Сейчас, сейчас потерпи, комсомол. Что, устал уже? Да нет, ну какое может быть гулянье, когда видишь такие лепёшки, дыни из шашлыки? Правду говоришь, комсомол. Ай, как пахнет. Смотри, сапир. Вот он, Натан Бай. Он-то нам и нужен. Ассалам алейкум, товарищ начальник. Добро пожаловать. Садитесь, товарищ начальник. О, а это ваш младший брат? Очень похож на вас, товарищ начальник. Спасибо, Натан, постою. А что это тебя не было видно? Товарищ начальник, по делам ходим. За хлебом насущным ходим. Пятеро детей у меня, знаете, товарищ начальник. Все есть, просят. Как не ходить за хлебом, товарищ начальник? А ваше как здоровье? Не было вас несколько дней. Не заболели, товарищ начальник? Я, Натан, в Тангат Абды ездил. Да, 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 да. У вас тоже работа, товарищ начальник. Трудная работа. Мрагов кругом много. А что ты, Натан, делал в Тангат Абды? Я? В Тангат Абды? Да, ты. Я видел тебя там. Эй, ну вот, товарищ начальник, ну зачем смеетесь? Нехорошо так. Ну что мне делать в Тангат Абды? В Ахангаране я был. Вот кожи привез. Когда видел ураза, Натан? Ай-яй-яй, товарищ начальник, ну все видит, все знает. Ровно месяц прошел, как встречался с ним. Вот две кожи мне принес, но я купил их, товарищ начальник. Аллах надо мной, деньгами ему заплатил. Не лги, Натан. Три дня назад тебя видели с уразом. Ай-яй-яй, ну зачем? Ну зачем мучаете, товарищ начальник? Ну почему лгу, товарищ начальник? Ну пусть Аллах простит оговорившего меня. Ну ладно, Натан, видно ошиблись. О, истина говорит вашими устами, товарищ начальник. Человек похож на человека, все мы одинаковы и все мы дети Адама. Ну конечно, ошиблись, товарищ начальник. Ну хорошо, хорошо, Натан, ошиблись. Так сколько ты взял с ураза за сапоги? Ну товарищ, ну товарищ начальник, ну жура, я еще не брал. Я, ну... Так когда же он придет? Завтра, завтра, после вечерней молитвы. Вот так, товарищ начальник, ну я... Натан, все. Я только это хотел и узнать. Спасибо тебе. Хорошо, товарищ начальник. А теперь пошли комсомол домой. В КПУ. Вольно, вольно, Османов. Зубов у себя? Нет, но он скоро придет. Если скоро, это хорошо. Заходи, Сабир, садись, отдыхай. Будем ждать Зубова. Джура, а кто такой ураз? Какое отношение он имеет к этому хитрому сапожнику Натану? Я так ничего и не понял из вашего разговора. Комсомол, все сразу хочешь узнать? Погоди, узнаешь еще. Ураз, это мой старый знакомый, умен и смел. Но сбился шайтан с пути, пристал к басмачам. А почему, Джура? Почему? Сейчас расскажу. Раньше ураз был чабаном, смотрел в горах за отарой ташкентского бая Абдукадыра. Так вот, когда в Туркестан пришла советская власть, бай собрал свое богатство и бежал в Кабул. А пастухи бая гнали за ним его отары. Возле самой границы ураз исчез. Но не один, а прихватил с собой несколько сот баранов. Богатым шайтан хотел стать. И сейчас еще хочет. Сдать баранов государству отказался, но и жить богатым в открытую не может. Вот и связался с басмачами. От таких как Натан ураз везет курбашей худой берды всякие новости. А от него доставляет Натану награбленные вещи. А тот сплавляет эти вещи еще дальше. А почему же мы не арестуем Натана, раз вы все столько о нем знаете? Эй, комсомол, нет оснований. Знаю, но не видел. Может, это и верно, Джура. Но я бы прямо сейчас арестовал Натана, он же враг. Нет, сажать Натана, Сабир, пока не надо. Пусть помогает нам. Вот что надо. Верно говорю, комсомол. А, Джура и Шукуров. Сабир. Сабир. Костя, кажется, ураз попался. Да ну? Натан навел. Говорит, завтра ураз к нему собирается после вечерней молитвы. Дома и хочу взять. Ай, да сапожник, молодец. Ничего не скажешь. С кем пойдешь, Джура? Вот с ним. Только будь, Джура, осторожен, ведь Шакуров Сабир в первый раз идет. Ну, постараюсь. Ну, в добрый час, друзья. Кончил уже молиться ураз? Съел так и меня чекист. Не я, а ты сам съел свою жизнь. Как вошел, что я не слышал. И Маузер успел стащить. Такая работа. Сейчас уведешь. Больше. Больше ж некого ждать. Верно. И это знаешь. Ну, пошли, ураз. Пошли, ЧК. Сабир. Вороного ураза выведи на дорогу. А на твоей кляче поедет ураз. На этой далеко не убежишь. А ты, однако, ловкий. А как узнал о том, что сегодня я буду дома ЧК? Ну, скажи, а? Молчишь? Слыхал, слыхал о тебе. Ты не хуже. Три раза удерял, я не мог догнать. Спасибо. Но запомни, услышит обо мне худой берды, за меня одного тысячи ваших голов положат. Неужто так страшен твой хозяин? Ты его не знаешь, ЧК. Настоящий дракон. Кого хочешь, проглотит. Ни тебя, ни меня не пожалеет, если понадобится ему. Только не называй его хозяином моим. Сам знаешь, я другой. Я сам себе хозяин. На коня моего можешь сесть, а на меня узду не накинешь. Узда на тебя не нужна. У нас каждый себе хозяин. У кого это у вас? У тех, кто признает власть большевику. Вот и о чем. Не пустословь. Зря стараешься. Никогда не пустословлю. Сам убедишься. Вот басмач как может быть хозяином над собой? Только человек может быть хозяином. А басмач разве человек, если может убивать, грабить? Басмачи не один к одному. Разные бывают. Куда и берды, сам знаешь, бай. А мои отец и дед подсли стада. Я и сам за отарой ходил. Тоже знаешь. Если ты чабан, почему тогда спаем против нас? Почему кишлаки грабишь? Это вы опоганили наши кишлаки. Растоптали религию. Вами правят гяуры. Аллах отступился от вас. Проклял. Не свои слова говоришь, чабан. Наш закон ходи себе в мечеть, но чужого не трогай. Чтоб ни богатых, ни бедных. Чтоб все были равны. Вот чего мы хотим. Правильно я говорю, комсомол? Правильно, чурак. На и ураз. Ты спрятал в горах краденых овец. Но мы все равно их отберем у тебя. Если сам не отдашь, отберем и отдадим в кишлаки, что вы ограбили. Отдадим бедным чабанам. Вот так, ураз. А насчет веры не свои слова говоришь. Это тебя твой Курбаши так учит, да? Курбаши делом занят. Так говорит Махкамбай. Жив, значит, отец худой берды. А я слышал, будто умер. Какая плохая твоя разведка, Чика. Нет. Махкамбай жив. А почему ты говоришь, что Махкамбай отец худой берды? Курбаши ведь не сын, а приемыш Махкамбая. Болтают, будто худой берды сын опамбая. Какого опамбая? Ты ошибаешься, ураз. Эх, Чика. Откуда же можно знать точно, кто чей сын? Был такой опамбай, жил в Татьюбе. Давно лет двадцать уже минуло, как ушел он в Мекку и не вернулся. Говорят, умер по пути к святым местам. А худой берды, его сын, родился уже после отъезда отца. Года через два или три после смерти опамбая его усыновил Махкамбай. Нет, не может того быть. Ошибаешься ты. Я знаю точно, опамбай ушел в хадж через год после смерти жены. Значит, не мог у него родиться сын? Может, младшая жена была или просто женщина. Как теперь узнать? Ну что ж, кто-то родил ведь худой берды, правда, Чика? Уж это я знаю точно, ты не спорь. Слушай, а почему ты интересуешься этим? Может, и ты из рода опамбая, а? Да молчи, не говори пустое. Вспомни лучше, от кого узнал об этой истории. Откуда помнить? Уши есть, вот и слышит, что кругом болтает. Но это же говорил и сам Махкамбай. А мать худой берды, она жива? Ой, Чики, как торопишься допрашивать, а? Боишься сбегу по дороге, да? Хочешь, Чика, узнать, кто мать худой берды? А ты у него самого, у худой берды спроси. Через неделю свадьба его, женится худой берды. Пойди на свадьбу и спроси. Хочешь, поведу тебя. Хватит, Урас, меня не обманешь. Зря обижаешься, джура. Я не сбегу. Куда бежать? Здесь моя земля. Хотел бы куда уйти, зачем тогда вернулся от границы? Я ведь не дурак. Знаю, что басмачи недолго продержутся. Но уходить не хочу. Что скажешь на это? Ничего не скажу, Урас. Подумать надо. Зубов у себя, товарищ Дмитрий. Товарищ Османов. У себя. Ждет. Костя, принимай гостей. А, наконец-то вернулись. Здравствуй, джура. Здравствуй, джура. Здравствуй, джура. Здравствуй, Шукуров. Здравствуйте. А это что с вами, значит, Урас? Хо-хо-хо-хо. Ты Урас рассказывает, обещал меня повесить, а? Что ж теперь делать будем? Что молчишь? Эх, глупый ты парень. Чабана связался с басмачами. Что молчишь? Да, наградил тебя Аллах хорошим ростом, но пожалел наградить хорошим умом. Османов, уведи его. Есть, товарищ Зубов? Подумаю раз до завтра, потом поговорим. А вы отдыхайте. А ты за главной Марьков? Субтитры сделал DimaTorzok Прости, Сабир, что закурил. Не спится мне что-то. Ничего, ничего. Я ведь тоже не сплю. Ну, может, закуришь? Нет, спасибо. Я не курю. И правильно делаешь. Рано тебе. Это я только так просто сказал. А чего ты не спишь? Да так просто. А вы? Я не знаю. Хочу полежать, не думать ни о чем. А не получается. Мысль за мысль цепляется, уводят далеко. Тебе сколько лет? Семнадцать. И ребенок еще совсем. Какие у тебя заботы, какие думы. Ты спать должен спокойно. А вот мне сорок шестой. И нет покоя. Я говорил тебе, сам я из Тай-Тюбе. Там родился, вырос. Но родителей не помню. Да как же это получилось? А так, брат, мать, рассказывали, умерла после того, как родила меня, а что с отцом сделалось, так я и не узнал. С малых лет стал я прислуживать Апанбаю на побегушках был у него за отца его и владыку своей жизни его почитал. Почему я говорил уразу, что умерла жена Апанбая? Помню ее и помню, как умерла. С недели всего и похворала. А я уж с тебя в то время вырос. Семнадцать минула. Неужели Апанбай не взял себе новую жену? Так и жили вдвоем? Да. Я прислуживал ему, а он не выходил на людей, все книжки читал. Я нес исправно службу у Апанбая. Боялся, что он меня выгонит. А куда я пойду? У меня ни дома, ни близких, ни денег. И когда он решил меня женить, я не прикословил ему. Как сейчас помню, когда Мула совершал свадебный обряд, лицо жены моей было скрыто под волосяной сеткой, чачваном. И я так и не видел ее, пока мы не остались одни в комнате, выделенной Амбаем в своем доме. Как тебя зовут? Артик Буш. Артик Буш? Артик? Да. Это ведь, значит, лишнее? Почему так назвали? На тебе что, нарост какой-нибудь есть? Да, вот, на руке. Вот этот? Да. Да какой же это нарост? Это всего-навсего родинка. А уж я подумал, что у тебя два носа. Сними, чачван. Посмотрю на тебя. Ой, нет. Нет, не надо. Ты что-то боишься? Бояться чужих надо. А я ведь твой муж. Джура меня зовут. Да, я знаю, только вы меня бросите. Ты что, Артик Буш? Почему так думаешь? Я же не байский сын, чтобы иметь четырех жен. Ты что, Артик Буш? Вы ничего не знаете. Боя-то не сказал вам. Он в хадж собирается в Мекку и вас с собой берет. Так ведь это здорово. Если я побываю в святых местах, то потом буду носить зеленую челму. Буду пользоваться уважением и почетом среди людей. Да что с тобой, Артик Буш? Неужели ты боишься, что не дождешься меня? Нет. Что вы? Сколько вы скажете, столько я буду ждать. Всего два дня пробыли мы с Артик вместе. Два дня и две ночи. А на третьей собрала она свои узелки и отправилась на Ольбе в Кишлак-Шагази. Там выделил нам Апамбай участок земли с домом. А сам Бай в тот же день выехал в Мекку и велел мне сопровождать его. Я был весел. А Артик плакал. Чувствовала она. Видно, что не увидимся больше. Субтитры создавал DimaTorzok На пути к Медине остановились мы отдохнуть в заброшенном селении. И вот тут и настигла нас беда. Напали на нас курды, добро забрали, а людей перебили. Я чудом жив остался. С того дня, брат, и начались мои скитания по миру. Мимо проходил караван, с ним я прибыл в Багдад. На меня нищего, безязыково, и не смотрел никто, кому я был нужен. Ну и как же вы жили? Жил на базаре, хватался за любую работу, базар и был для меня домом. И сколько же вы так прожили? Год. А потом Аллах послал мне случай. Помочь господину отнести чемоданы? Йок, ёк, ёк, коррект мэйур. О, господин, простите меня. Вы заговорили на знакомом мне языке. Я подумал, что вы... Что ты хочешь, человек? Если ты голоден... Нет, 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 нет. Ага, мне не нужны деньги. Умоляю вас, увезите меня отсюда. Увезти тебя? Куда? Всё равно куда. Но вы ведь турок. Возьмите меня с собой. Я погибаю здесь. Случай занёс меня сюда. Родина моя далеко, а я нищий. И не знаю языка. Я чужой здесь. Всё случайно в этом мире, всё случайно. И все мы чужие, и все мы смертные. Но скажи, странный человек, почему ты знаешь мой язык? Ты турок? Нет, я узбек. Языки наши похожи. Твои слова коснулись моего сердца, человек. Может, я тебе помогу? Приходи завтра утром в порт, найди контору из Каддербея. Ты всё понял? Всё? Искандер Бэй был коммерсантом. Часто ездил в Стамбул. В одну из своих поездок он взял меня с собой. Так я оказался в Стамбуле. А как в Стамбуле вам жилось? Лучше, чем в Багдаде? Эх, Сабир, разве это жизнь вдали от Родины? Ну и как же вы выбрались оттуда, Джура? Как? Революция помогла. Ну, у вас же не было денег. Как же вы смогли вернуться? Друзья мне помогли. Никогда, Сабир, не забуду этих людей. Вспоминаю о них, как о братьях. Что же было потом, Джура, когда вы вернулись? В Ташкенте. В Ташкенте митинги, песни, плакаты. Добрался я до своего той тюбея. Во дворе Апанбая полно было народу, но никто меня не знал. Я спросил их, где Ортикбуш. О ней тоже никто ничего не знал. Сказали только, что, как Апанбай уехал, через год грабители спалили кишлак шагази, и никто не спасся. А одна старуха вспоминала, что слышала она, будто грабители увезли с собой женщину. И был с ней ребенок малый. Поклонился я старикам и отправился в Ташкент. В Ташкенте я познакомился с Костей Зубовым. Он в ЧК работал и меня к себе взял. В прошлом году нас направили сюда. Здесь я стал большевиком. Костя меня и рекомендовал. Вот уже год минул, как я работаю в Алмавыке. Но если слышу что-то о Апанбайе или людях его, Волнуюсь и думаю о пропавшей жене моей Артик. Жива ли? Если умерла, то где могила? О ней ли говорила старуха в шагазе? Если это так, то что с ребенком? А может, они живы и еще найдутся, Джура? Не знаю. И никто не знает этого. Ладно. Давай спать, Сабир. Можно? Входи, Джура, входи. Костя, босмачи готовят нападение на продотряд, идущий в Чедак. Откуда сведения? Ураз, сказал. В пятницу обоз должен выйти из Коканда у Чедака засада худой берды. Осмонав. Слушаю вас, товарищ Зубов. Ну-ка, приведи ураза, Джура. А не врёт он? Верю ему. Уж очень многим ты веришь. Как бы не вышло нам боком. Послушай лучше, что он предлагает. Отпустите, меня говорит, и приведу вам тех, что в засаде. Старший уйгур Абдулой зовут. Не ладит, говорит, с худой бердой. Товарищ Зубов, ураз доставлен. А, ураз. Ну, входи, входи. Решил, значит, нам помочь. Или решил пыль в глаза пустить. Не люблю обманывать. Сколько же их в засаде? У Абдуллы двадцать человек. Пойдёт он, пойдут все. Откуда известно басмачам, что продотряд выйдет в пятницу? Худой берды сказал. В Коканде его человек есть. Большой человек. Я раз видел, худой берды угощал его. Но имени и кто такой, не знаю. Сбежать хочешь, а? Ураз. Жить хочу. И мера хочу с вами. Надоело жить волкам. Отпустите. Всех их приведу сюда. Что же, рискнём. Но, если обманешь, сам найду и пристрелю, помни. Сказал, не люблю обманывать. Иди. Джура, что же получается? Ураза мы отпускаем на волю, а коня ему не отдаём, да? Может, отдать? Конь Ураза теперь твой. Твоя награда. Что хочешь, то и делай. Ураз. Можешь взять своего Воронова. Да? Спасибо. Спасибо. Если будет всё хорошо, сам найду для тебя коня. А этого жеребца я и худой берды не уступил. Тоскует он без меня. До скорой встречи, Ураз. До скорой встречи. Ураз, ещё покажет себя. Костя, большая беда. Босмачи, что находились в засаде, и которых Ураз хотел привезти к нам, убиты. Ураз тоже убит. Как же это случилось, Джура? Не знаю, Костя. Нечего не знаю. Я многого не знаю. Но чует моё сердце, что здесь что-то неладное. Сядь, сядь, успокойся, попей воды и расскажи, расскажи всё по порядку. Вот. Когда продотряд подошёл к засаде босмачей под Чедаком, Ураз, как обещал нам, вышел навстречу и сказал, что люди Абдулы готовы сдаться. И что ты, Зубов, об этом, мол, знаешь. Мухтаров тут же распорядился, чтобы босмачи сдали ему оружие и коней. Босмачи согласились. Как Ураз уговорил это сделать их, теперь уже никто не расскажет. Постой, постой, постой. Какой Мухтаров? Как какой? Член Коканского ревкома. Саидхан Мухтаров. Саидхан Мухтаров? Странно. Он, конечно, знал о засаде. Я ему сообщил об этом. Но почему он сам возглавил продотряд? Им же или некого было послать? Странно, очень странно. Для меня, Костя, здесь тоже много странного. Но об этом еще поговорим. Так вот, когда босмачи остались без оружия и коней, Мухтаров приказал их связать, а затем всех расстрелял. Да что же ты-то не помешал, не объяснил ему, что к чему. Я со своим отрядом опоздал. Опоздал на час. Когда приехали мы, уже все было кончено. Плохи наши дела. А как же Мухтаров свои действия объяснил? Ты спросил его, почему он так поступил? Спросил, Костя. Да что толку? Он сказал, что босмачи, мол, хитростью хотели нас взять. Но мы опередили их. Меня такой гнев взял, что я не выдержал. Ты уж прости, и крикнул ему, что так поступают только предатели, что за такие дела его судить будут, и что я добьюсь этого. А он что? Что он? Говорит, а ты попробуй. Кто, мол, поверит тебе, Хадже? 20 лет жил за границей, неизвестно, чем занимался, а теперь втерся в ряды большевиков? Эх, Костя. Похоронили мы с помощью жителей кишлака убитых, и вот вернулись. Ураз мог бы хорошим человеком стать. А как печально жеребец его ржал, словно чуял, что мертв хозяин и никогда уже не сядет на него. Вернули хоть коня Шукурову? Вернули. Что же нам теперь делать с босмачами худой берды? Я рассчитывал выйти на него через Ураза, но теперь... Ах, этот Мухтаров, что он наделал? И почему он так поступил, ума не приложу. Костя, а знаешь, что я думаю? Что? Помнишь, ураз сказал, что у худой берды в Коканде его человек есть? Большой человек. Я вот думаю, а не Мухтаров ли этот самый большой человек? И еще я думаю... Да ты что, Джура, член ревком предатель. Да нет, ну что-то этого не может быть. Как же тогда объяснить его поведение? Вот этого я и не знаю. Странного, конечно, здесь много. Сам возглавил продотряд, расстрелял пленных, не дождавшись тебя. Я доложу об этом в Ташкент. Ну, ты, кажется, еще хотел что-то сказать? По словам Ураза, завтра у худой берды будет свадьба. Вот я и хочу поехать на эту свадьбу и поговорить с самим Курбаши. Разреши, Костя. А как ты к нему попадешь? Если все же попадешь, ты уверен, что Басмачи тебя не убьют. Послов не убивают. Что значит послов? Поясни. Я скажу, что я от Саида Мухтарова. Ах вот что. Значит, ты все-таки веришь, что Мухтаров предатель? Да. Я уверен в этом. Ох, Джура, рискуешь ты сильно. Все мы каждый день рискуем. Такая наша жизнь. Ладно, так тому и быть, поезжай. Только не один. Возьми кого-нибудь с собой. Разреши взять с собой с Сабиром Шукурова. А где он сейчас? В коридоре ждет меня. Османов? Товарищ Османов, пригласите ко мне Шукурова. Есть, товарищ Зуков. Шукуров! Разрешите войти? Прошу. Сабир, помнишь, когда мы захватили Ураза, он нам говорил о свадьбе Курбаши, Худайберды? Помню. Вот я и думаю, а не поехать ли нам с тобой на эту свадьбу? На свадьбу? К самому Худайберды? Ну, вы, наверное, шутите, Джура. Нет, Сабир, я не шучу. Я в самом деле приглашаю тебя с собой на свадьбу Курбаши. Худайберды. Поедешь? Не боишься? Конечно, я согласен. Спасибо. Я не подведу. Субтитры сделал DimaTorzok Стой! Кто такие? Ну вот, Сабир, мы и встретились с ними. Мы люди Апанбая. Не знаю никакого Апанбая, а лошадь под твоим спутником Ураза. Лошадь Ураза нам Саид Хан дал. Проведи нас, Худайберды. К земле прирост, да? Ну, чего медлишь? Веди. Эй! Здесь люди от какого-то Саид Хана. Что делать с ними? Иди сюда! Стойте здесь. Эй, покараульте их. Я доложу Курбаши о гостях. Не робей, Сабир. Держись спокойно. Сейчас начнется самое главное. Курбаши ждет вас, уважаемый. Можете идти. Но оружие оставьте. Не бойтесь, не пропадет. Да, парень, когда бы вы пришли, нет, Саид Хана распрощался бы ты с этим конем. Вот наше оружие. Бери. Но смотри, за оружие и за наших коней головой отвечаешь. Понял? Пошли, Сабир. Ас-салам алейкум, худай берды. Алейкум ас-салам. Садитесь, гостями на моей свадьбе будете. Дайте гостям чаю. Спасибо. Что шлет нам Саид Хан? Ничего. Здесь все свои, можешь говорить. Я приехал по своему делу. Кто ты? Вот мое удостоверение, Бек. Так это ты и есть журачий кист? Да. Знаю тебя, много хлопот нам доставил. Работа такая. Но я не слыхал, что ты наш. А этот, что с тобой, тоже наш? Да. Ты говорил моим джигитам, что вы люди Апанбая. Кем доводишься ему? Я был его слугой. Он брал меня в хадж. Да, я слыхал, что мой отец погиб в пустыне. Да, Мула, прочитайте молитву в память моего отца. Мир праху его. Я Апанбая почитал за отца. Когда умерла его жена, мы так и жили с ним вдвоем. Продолжай, Чика. Потом Апанбай меня женил. Но прожил я со своей Артик только два дня и две ночи. На третий день мы с Апанбаем выехали в Самарканд, а оттуда в Мекку. Только через 23 года я смог вернуться на свою родину. Об Артик моей никто ничего не знал. Говорят, как Апанбай уехал. Через год грабители спалили кишлак, и никто не спасся. Еще, говорят, они увезли с собой какую-то женщину с ребенком, которого потом выкупил у них глава соседнего рода Махкамбай. И он объявил, что ребенок якобы этот сын Апанбая. Но я-то знаю, что Апанбай ушел в хадж через год после смерти жены. Значит, не мог у него родиться сын. И вот я думаю, не моя ли Артик это была, и не мой ли ребенок. Ищу ее повсюду и никак не могу найти. Ты причинил мне боль своим рассказом. Не переживайте, Бек. Бек, вашего покойного отца Апанбая Аллах принял свои владения. Он в раю вместе со святыми. И еще скажу, Бек, не та мать, что родила, а та, которая воспитала. Махкамбай вырастил и воспитал вас. Волей Аллаха вы стали большим человеком. Да, ваш отец великого рода, и это тоже по воле Аллаха. Не горюйте, мой Бек. Как, говоришь, звали жену твою, Чека? Артик. Артик Буш. Мою мать тоже звали Артик Буш. Почти не помню ее, но знаю, когда было мне два года, намаз вор выкрал нас, а Махкамбай выкупил и женился на моей матери. Но она умерла в том же году. У нее на руке, на левом мизинце, на рост был, с фасольку всего. А ты откуда знаешь? Как откуда? Я ведь рассказываю вам, Бек, о своей жене. У Апанбая не было жены по имени Артик. Думаю, отец не отчитывался перед тобой. Все. Кончен разговорчика. Да, Мула, пора. Приступайте к свадебному обряду. Давай, Сабир, потихоньку уходить отсюда. Дюра, вон наши лошади стоят. Вижу. Идем к ним. Только не торопись. Иди спокойно. Уже уезжаете? Что ж так мало погостили? Дела ждут. Бек поручил срочное задание. Где оружие? Вот оно, все цело. Можете проверить. Ваше? Ладно, верим. Садись, Сабир. Поехали. Джура, я ничего не понял из вашего разговора, с худой берды. Объясни мне. Худой берды, сын мой. Понимаешь? Мой сын. МОЛОДИЯ. 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 Девушки отдыхают. Вдруг все же сдастся. Командир эскадрона уже послал. Потому и не начинаем бой. Ждем, что ответит. Худайберды, на что же он рассчитывает? Ведь Шагази окружен. Только не верю я уже, что он сдастся. А, Джура и Сабир, вот вы где пристроились. Ну как, готовы к бою? Сейчас начнем. Готовы. Костя, не пришел еще ответ из Ташкента? Какой ответ, Джура? Как какой? Насчет Мухтарова. А, ты об этом подлеце спрашиваешь? Да, Джура, ты не ошибся. Предателем. И свое получит. Теперь никуда не денется. Начинается. Ну я побежал. Желаю вам удачи. Журав, вон на склоне горы. Над обрывом три всадника. Ах, шайтан. Там, наверное, тропа, о которой мы не знали. Скорее, на лошади и Сабир. Метко, Джура. Метко. Остался один. Его сниму я. Стой. Это худайбердри. Я сам. У них двое. С ним женщина. Это его жена. Джура, она упала. Посмотри, что с ней, Сабир. Я сам разделаюсь, худайбердри. Сволочь. Даже жену зарезал. Не пощадил. Джура, вон еще один появился. Они могут уйти. Почему не стреляешь? Не уйдут. Сейчас я его попробую. Не стрелять, Сабир. Не стреляйте, Сабир. Признал, наконец, отца. Ай, гад. В отца целил, а убил моего коня. О, рука. Джура. Джура, вы раненый? Ничего. Переживем. В руку попал. Сейчас я ему гаду отвечу. В отца целый, Сабир. В отца целый, Сабир. В отца целый, Сабир. Сабир, я сам. Я сам. Не уйдет. Никуда не денется. Да. Худайберды. Не уйдешь. Получил, что заслужил. Жив еще, Курбаши. Отец, похороните рядом с матерью в чустье. В отца целый, Сабир. Ай. Джурака. Джурака. Джурака, что с вами? Очнитесь. Джурака. Гады. Сволочи. Джурака. 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 Товарищ, командир, убили. Джуру, худайберды перед смертью сказал, что его мать, жена Джуры, похоронена в чусте. Давайте Джуру похороним рядом с ней. Нет, Сабир, Джура должен лежать в шагази. На этой земле он служил, на этой земле и кровь свою пролил. Придет время и назовут шагазики шлаком Джуры Саидова. Я верю в это, твердо верю. Субтитры создавал DimaTorzok